Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После 9 утра. Личное утро. Добрый день. Сегодня пятница, 19 июня, и в эфире Радио Болтком программа «Личное утро». Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Доброе утро. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Евгений Копеин. И гостья у нас сегодня Анита Рошанна. Она председатель правления общества «Модус Вивенди». Мы сейчас расскажем, что это такое, и Анита нам расскажет, чем она занимается. А также она психолог и мама двоих детей. Вот у нас будет очень интересный разговор, проблемный, наверное, о детях, которые имеют проблемы со слухом. Анита, здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. Сегодня есть повод для того, чтобы поговорить для этого разговора, потому что недавно вышли видеосюжеты, такой маленький фильм как раз о детях, у которых такое заболевание. Расскажите, пожалуйста, «Модус Вивенди». Вот давайте сразу. Что это? Как это? Зачем это? И когда это всё началось? Доброе утро. Утро действительно доброе, и мне нравится, что вот именно в русском языке можно сказать «доброе утро». Так что я всем сегодня желаю именно доброго утра и доброго дня. Общество «Модус Вивенди» — не главная моя жизненная деятельность, но занимает достаточно большое место, потому что это связано с благотворительностью, с интересными занятиями, у которых есть не просто такое финансовое удовлетворение, которое тоже важно, но и эмоциональное. И вот это эмоциональное удовлетворение о том, что ты делаешь хорошие вещи, нельзя оценить ничем. И вот общество «Модус Вивенди» работает с разными проектами, начиная с 2008 года, значит, больше, чем 10 лет. 12 лет. 12 лет уже. И тема, о чём я вот сегодня буду поделиться, это разная поддержка и информационная, эмоциональная, финансовая, именно детям с кахлеарными имплантами. То есть это глухие детки от рождения? — Может быть, я не уточню, что вот медицинский этот фактор я не буду раскрывать, потому что это, может быть, будет недостаточно профессионально, но расскажу в пару словах, потому что слова «Кахлеарный имплант» мне 10-12 лет назад ничего не высказывал, и я вообще не знала, что это такое. — Кто не сталкивается с этим, конечно, не знает. — Абсолютно нет. И это нормально, и я с этим ещё считаюсь. Значит, имплант больше всего знакомый как для улучшения красоты. Этим все как бы знакомые, и разных других органов. И если так очень упрощённо, тогда кахлеарный имплант состоит из двух частей, из внутренней и внешней, внешняя часть видна, а внутренняя, это очень-очень кратко высказывая, стимулирует искусственно-слуховой нерв. — Это как бы такой встроенный слуховой аппаратик, микро, да? — По большому аппарат весь внешней части, которое можно видеть и в видео, которое снимается, и он как бы очень изысканная технология, которую я даже считаю, как это космос, это чудо, что можно создать такое, которое улучшает качество жизни. Мы слышим не ушами, мы слышим мозгом, и значит, искусственно стимулируется слуховой нерв, который перерабатывает информацию, через внешнюю часть передаёт внутренние звуки, куда надо. — Аня, такой вопрос, то есть получается, если родился ребёнок, и в какой-то момент родители понимают, что он не слышит, проводится проверка, и на этом этапе развития ведь очень важно для развития речи. — Абсолютно вы правы. — И тогда ребёнок остаётся глухонемым, потому что он не слышит звука речи, и он не может воспроизвести. — Вы абсолютно-абсолютно правы, потому что слух и речь, это связано не только с речевым развитием, но с интеллектуальным развитием. И чем раньше диагностировать этот факт, чем больше результатов, выше результат, потому что тогда речь ребёнка развивается естественным путём, как у любого слышащего, только звуковые сигналы передаются через имплант. — А если не поставить имплант, то ребёнок не будет говорить, он останется немым, да? — Ну, видите, этот имплант как решение только тогда, когда, ну, очень больно мне это сказать, когда слух, в принципе, ноль. Есть ещё решения, которые связаны со степенью потери слуха. Это, наверное, подробнее расскажет руководитель Центра воды, прекрасный, великий человек, которому я очень благодарна, Сандра Куща. Но то, что я как пользователь знаю, что вот эти пять ступеней высказывают решение, или это будет слуховой аппарат, потому что слуховой аппарат увеличивает возможность, он делает громче, и иногда этого достаточно. Но имплант — это решение тогда, когда слух ноль. — То есть имплант выживляется просто вот... — Совершенно верно. — Совершенно верно. Он стимулирует. Это серьёзная операция. У нас есть прекрасные медики классные, которые мы делали, ну, операцию в Латвии делается, и я сколько знаю, едут к нам учиться с разных мест мира. Но главное, что суть, что повод, почему ребёнок не слышит, может быть очень разный. И это может появиться, когда он только родился, и почему это так случилось, это бесконечно много вариантов. При родах, при беременности. — Причин много. — При генетической предрасположении. — При генетической, какие-то травмах, как я говорила, при родах. Это может быть болезнь. — Простудное заболевание. — Вирус, грипп, медикаменты. И ещё что надо учтить, что, ну, извините, мы смертные и чисто физиологические люди с годами, бывает, что слышат хуже. Могут и взрослые люди, бывают и такие несчастные случаи, когда при охоте, охота, контузия. Ну, какие-то травмы, и когда теряют речь. Но если человек был уже взрослый и словарным опытом, он может тебе сказать, что он не слышит. Ребёнок не может. — Такой вопрос. А почему лично вы начали заниматься именно этой проблемой? Вот что было толчком? Почему именно дети, помощь детям с ослабленным слухом? — Глухим. — Глухим детям. — Ну, это мне слово выговаривать было долго очень больно, потому что это признание факта над глухой. И видите, весь этот проект и общество, в принципе, связано с личностями, эмоциональными переживаниями, которые связаны с нашей семьёй, с нашей младшей дочерью. И сейчас мы рады результатам, но то, через какие страдания прошла я как мама, и мой супруг, и старшая сестра, и вся бабушка ещё была живая семья. И то, что ребёнок сам делал, это вау, это такой великий путь. И я скажу, что я, наверное, стала, не наверное, но я даже знаю, что я стала лучше человеком. Потому что я до того, ну, может быть, никогда не задумывалась заниматься благотворительностью. Может быть, я считала, что я хороший человек, но сейчас я смотрю, что всегда может быть ещё лучше. — То есть какие-то проблемы, какая-то боль личная, она, конечно, стимулирует развитие. — А сколько было в вашей дочке? — Когда? — Когда? Я сейчас расскажу. Это такой путь, в котором можно и застревать, и поломаться, и больше не встать, и жить дальше уже с такой позиции жизненной, как меня обидели, мне не повезло. — С травмой. — Как я бедная ребёнок, бедная мама, и как же так, и все виноваты. Но вот в этой позиции я умерла, да, действительно, можно так сказать, и встала с такой позиции, что чтобы я могла помочь своему ребёнку, я должна сама привести себя в порядок. И своим примером, и своей позиции, потому что она не жертва, она человек, и вот эта самодостаточная личность не несчастная, а самодостаточная. Вот это как бы визия модус вивенди. — А сколько ребёнку было лет, когда вы поняли, что девочка не слышит? — Тоже очень хороший вопрос, который я себе много задавала и упрекала, но как я не замечала, что что-то как бы не так именно с речевым развитием. И я эту тему уже закрыла, потому что перерабатывать то, что уже было, как бы не имеет никакого результата. Но почему она не слышит, так, два с половиной года мы поняли. Два года — это тот процесс, когда речь как бы должна быть. Но интересно в нашем опыте, что, слава богу, моя дочь достаточно развита интеллектуально, и она уже как-то присвоилась ориентироваться в ситуации и читать эмоции и информацию с лица, с позы. И, кстати, она это, я так вижу, качество сохранила. Сигналы, что что-то не так, мне появлялись. Но я, по счастью, что самосохранение как бы, ну не может быть. И она переболела больше годика, была очень, смогу, с тяжелой вирусной забыванием, видосаус. Воспаление среднего уха. Да, да. И может быть это, может быть не это, но, скорее всего, как мы, так все складывается, потому что месяц был очень тяжелый, я ее плачущую проносила в руках, и мы поздно, никого не упрекая, ни врачов, никого, констатировали, что болит ушко ребенку. Я нашла просто прикосновение. Да, потому что маленький ребенок, он же не может объяснить, почему он плачет и что у него болит. И что я не слышу. Да. Что нет такого еще навыка сказать. Он просто очень лечит, и мне больно, и ему больно, и мы не понимаем этот месяц на руках. И потом как-то это все вылечили, а, ну, это моя теория, что этот фактор как бы такой остался. Ну, лук, и тогда ищем логопеда, который поможет нашему ребенку научиться говорить, который приходит, мы платим гонорар, учит говорить, и... Результата нет. Прекрасно проводим время. И была такая... Тоже всегда, если ищешь информацию и людей, всегда находятся те люди, которые в тот момент нужны. Вот золотые слова. Надо искать... Надо просить, искать. Просить и искать. И Анна Бауман, такой тоже авторитет, и педагог, и логопед, она была у нас дома, как бы, что, может быть, ее мнение. И она, как и увидела поведение, она, в принципе, сказала, вы были в слуховом центре. Вот эти ее такие слова были. А вы не были. А мы даже не знали, что такое есть. То есть не приходило даже в голову. Я даже не знала, что такое центре есть. Я даже не знала, что... Ну, лук, и этот факт, когда мы приехали, и с аудиограммы констатируется, что на одно ушко у моей дочери слуха вообще нет. Я тогда со мной была старшая дочь. Ну, вот эти переживания... Ну, действительно, я могу сказать, что это как интенсивность переживания с потерей сути связи, обида, злости. Как так? Ну, это шок. Это абсолютнейший шок и очень-очень большая боль. Я знаю, что я не одна, которая с этим столкнулась, и люди реагируют по-разному. Но поскольку вы спросили мой опыт, так он, я его как-то очень-очень тяжело переработала. Ну, лук, и жизнь как-то потеряла свою цель, смысл. То есть все планы, которые у вас были связаны с семейным будущим, с развитием этого ребёнка, они остановились в один момент. Вы поняли, что всё было по-другому? Мало, очень жизнь на этот момент. Как так мой ребёнок не будет слышать шелест листов, голос птиц? И главное, это очень большой вопрос. Почему? Да. Почему это случилось? Почему? Сколько прошло времени лично для вас до того момента, как вы приняли ситуацию и начали действовать? Очень быстро. В течение трёх месяцев я начала интенсивно искать. Я как-то говорю тут, я начала, но я хочу уточнить, что без поддержки моей семьи я бы не могла бы это делать. Это, конечно, очень важный момент, чтобы был тыл какой-то, да, чтобы все рядом. Я делаю, у меня тыл. Я активно искала, дайте мне позитивный пример, когда ребёнок с имплантом успешен, живёт красиво, радуется. И Латвийский бензирс центр логопед Мара Балта. Огромное ей спасибо. Я и тогда говорила, и сейчас ещё раз говорю. Она меня познакомила с её дочерью. И я, вот, то, что мне надо. Три месяца весной констатировали потерь слуха. В начале осени сделали операцию. И тогда началась абсолютно новая жизнь, потому что только вставить имплант не означает результат. Тогда начинается большая работа. У нас в гостях сегодня в личном утре Анита Рошаны, председатель правления МОДУС Ви Венди. Мы говорим о проблемах детей с потерей слуха с кахлеарными имплантами. Сейчас небольшая пауза, небольшой перерыв на рекламную паузу. Мы через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Личное утро» на радио «Болтком». Наша гостья сегодня Анита Рошаны, председатель правления благотворительного общества МОДУС Ви Венди, которая объединяет родителей и детей с проблемами слуха и с кахлеарными имплантами, которые помогают им улучшить это состояние. Мы в первой части остановились на том, как Анита сама узнала о проблеме со слухом у своей собственной дочери, как это пришлось тяжело пережить. А поводом для нашей программы послужил замечательный проект, который организовало общество МОДУС Ви Венди. «Услышь меня», документальный фильмик, даже не фильм, а четыре документальных сюжета о конкретных четырёх детках, которые от рождения глухие, и какими они стали благодаря имплантации вот этого чудо, космического чуда аппарата. Анита, расскажите об этих детях. Во-первых, я очень-очень-очень рада, что моя мечта показать их сбылась. И этот путь, я вижу, что он начинается. Этот проект рассказывает о 73 детях. А всего 73 ребёнка. 73 на июнь 2020 года, по данным Латвии Сбайан Зильдис Центрс, 173 ребёнка. И вот прекрасно было бы показать о всех историях, но... Нереально. Выбранный, но не выбранный, но так получилось. Четыре вестника, да? Правое слово. Правильно? Четыре представителя. Представителя, да? Вестнащи, я говорю. Которые представляют, мотивируют, отражают... Общую картину. Общую... Ну... Представляют, скажем так, да? Они не только тему отражают, обращаются к обществу с тем, что они есть, других детей мотивируют на действие, родители. И главная-главная-главная цель, вот это их желание, как они хотели, но к ним относились. И идея четырёх проектов, четыре фильма, это фильмы, маленьких фильмов, видеосюжет, в котором есть четыре прекрасных ребёнка. Я, Габриэла, живёт в Лепайс районе, Якобс живёт в Алмиро, Егор, Олайн, он гордон у Согре. И они каждый, как мы все, уникален, и мы знакомим с ними, они знакомят с собой. И суть, что мы выявили, и я вижу, что это удалось, вот эта искренняя любовь ребёнка к жизни, родители, и обращение к обществу, что они каждый говорят. В принципе, если вы, пожалуйста, присмотрите слова, что относитесь ко мне так, как будто я такой же, и я есть такой же, как вы, но если я не расслышу, просто скажите это ещё раз, медленнее и чётче. То есть дети с такими проблемами, да, они испытывают очень часто непонимание со стороны общества, да, и какое-то неправильное отношение. Вот с чем они сталкивались? Почему мы обращаемся к обществу вот с таким заявлением? Общество всё в порядке, оно реагирует абсолютно адекватно. Если человек не знает, что это такое, он боится, он не знает, как себя вести, как к тебе обратиться, если ещё узнают, сколько это стоит, и какая-то космическая сумма, и страх становится ещё больше, это отношение взрослых. Отношение детей абсолютно зависит от воспитания. Если в семье говорится о чуткости, о любви, о чувство такта, о вежливости, о доброте, тогда это беседа, что это у тебя такое, у меня это, и всё, дружба с этим начинается. Если в семье вот эти качества в ребёнке и в самих, извините, пожалуйста, в родителе не присутствуют, тогда, ну да, можно сталкиваться с неприятными высказываниями, отношениями, грубыми, неприятными, агрессивными, болезненными. Вот там есть сюжет про мальчика Егора, очень трогательный мальчик, и он говорит, что я очень хочу жить так, чтобы меня окружали добрые, добросердечные люди, которые хорошо и заботливо относятся к тем, у кого имплант в ухе, и слуховые аппараты, и вообще ко всем людям, у которых проблемы. Это говорит маленький такой крошка, просто трогательно. Девять лет. А вот девочка другая, Герда, это ваша дочь, да? Она в сюжете держит гитару и рассказывает, что ей нравится петь. Это чудо, как это возможно? Вот расскажите, да, вот что могут эти дети? Они же могут многое очень, как вы это показываете. Мы без слуховых аппаратов, в принципе, тоже можем всё, но разве мы это делаем? И вот это решение, я это могу делать, или мне это не дозволено, это не всегда зависит от слухового аппарата. Вот это мы хотели и показать. Егор в сюжете, пожалуйста, посмотрите. Он плавает, он ныряет, он прыгает с вышки, и это так здорово. И его ровесник, и я уверена, не каждый ребёнок там будет. Как он это достиг? С помощью родителей, с мотивацией, с поддержкой. Но он такие слова искренне говорил. Большое, что мне обратило в его беседе, когда я вела это интервью с Егором, что это доброта, доброта, тема доброты, общая доброта. Общая доброта. Он, у него дома живёт голубь, которого он прибрал на улице. Плохо видящая старая собачка и кот. Всё связано, всё взаимосвязано, конечно. А как вот ваша дочка Герда, ей нравится петь? Как это вот, когда впервые вы поняли, что ваш ребёнок сможет даже петь? Я её отправила, отвела на студию Свилпост, и опять мне повезло. Я вообще счастливый человек с преподавателем Елза Мейезера. У неё, как так прекраснее сказать, ну не прекрасное чувство ритма и слуха, но она очень так хорошо выглядит на сцене. И преподаватель Елза её взяла, приняла, и по-моему, 3-4 года там была. И не соло, таких желаний у нас бы не было, но вот это ощущение на сцене, костюма, коллектива, группы. Вот это тоже она получила. Да, с работой можно достичь абсолютно всего. И петь, и по-моему, даже если я очень постараюсь, наверное, я смогла бы тоже что-то приличное спеть. А ещё одна героиня у вас, девочка Габриэла, которая из Лепы, она вообще учится в музыкальной школе со своим слуховым имплантом. Музыка, с ума, с ума, с ума. И Габриэла, опять ещё одно чудо, как каждый из ребёнков, она поёт и мелодию держит на латышском и на литовском языке. Удивительный ребёнок. Она такая очень хозяйственная, готовит нам, она в съёмочной группе готовила нам завтрак, это было очень так мило. Она, как это, ловят рыбу? Удочка? Удочка, нет, это процесс. Рыбал, рыбал, забыла. Она рыбачка, у неё есть медали. То есть, конечно, и цель вот этих видеосюжетов, этих маленьких фильмов, микрофильмов, показать, что дети такие же, как все, они очень многого при поддержке могут добиться. Обязательно нужна поддержка, обязательно нужно работать и с родителями. Вот вы как общество, наверное, занимаетесь тоже. Есть там мамы и папы, которые впадают в отчаяние, но надо их как-то тоже самих вытягивать из этого. И чтобы наше общество, которое зачастую очень не привыкло к таким ситуациям, не только вот как у вас ситуация, но и разные другие. Любые проявления, связанные с инвалидностью. Это на всю жизнь, это факт, который не изменится. Извините, никогда. Всю жизнь будет необходимо верить, с помощью которой они будут слышать. Слух не обновится, нога не вырастает обратно. Но это так всегда будет. И принятие вот этого... Принятие, но и чтобы ребёнок не чувствовал себя обделённым. Обделённым. Четвёртый у нас мальчик, Кануава Алмирос, он великий поэт, болит. Он сам сочинил и в сюжете, и свой стих рассказывает. И, конечно, они все дети. Они чуть-чуть и вот эту свою ситуацию слуховую иногда и используют в свою пользу. И мы это шалунство тоже оставили. Аня-то, вот вы как психолог, можно такой вопрос вам? Как вы работаете с этими детьми, с детки, детки? Им же тоже надо как-то вот эту мысль до них донести, что всё, можно жить так, можно делать очень многое, можно добиться очень многого, чтобы они не страдали. Если можно, я уточню, что в повседневном я занимаюсь другими вещами. В этом проекте, тем, что я... Моя внишение, это только поддержка всех, и в частности моего ребёнка. Как я говорила, принятие ситуации, осознание ситуации и выбор. Я буду счастливой. Это выбор. Это всегда... Как важно. Это всегда выбор. И ребёнок чувствует отношение родителя к нему. как его оценивают, как его рассматривают. И развитие ребёнка такого или иного начинается с решения родителя, с готовностью. И вы говорили слово, как родителей вытаскивать. Но я позволю себе ответить на вопрос, как психолог сейчас, не как руководитель общества. Вытащить можно только того, кто желает быть вытащенным. И при том, ему надо очень активно самому участвовать в этом процессе. Самому активно. Но вы сказали замечательную такую кодовую фразу «Я хочу быть счастливым». Вот это же очень важно. Если ты о себе это проговорил, и ты действительно этого хочешь, начинай действовать. Правильно? Я чуть-чуть перефразировала Хеллингера. Суть была такая, что я сейчас перевожу третий перевод, может быть, как-то... Ну, главное и суть сказать, что быть несчастным легче, чем быть счастливым. Потому что решение быть счастливым просит и активное действие. Тянет за собой много-много, цепочку действий. Надо действовать. И счастье как таковое это поддержка в себе этой радости, этого благотворения, этого любви, ну, всех эмоций. Это активная поддержка в себе. Ну, вот то, что вы сейчас сказали, и этот ваш проект, который вы начали, эти видеосюжеты, мы их опубликуем обязательно на сайте у нас и в рубрике «Зелёная лампа» на... На сайте mixnews.lv есть специальная рубрика «Зелёная лампа». Мы там разместим... На страничке фейсбука. Строгоцельные, потрясающие. Пожалуйста, посмотрите, это действительно принесёт вам радость и какое-то новое понимание, может быть, чего-то. И вот я хочу подчеркнуть, что эта проблема гораздо шире, то есть мы говорим сейчас о конкретных случаях, а она, вот когда вы посмотрите, вы поймёте, что это вообще о жизни, о нашем отношении к жизни, к детям, о любви, о помощи. И вот действительно многое может дать. Аня-то, а вот в процессе работы над этими фильмами и плотного общения с этими детьми, потому что вы беседовали с ними о их мироощущении, о философии, о мечтах, вот лично для себя, вот вы как взрослый человек, какие жизненные уроки извлекли, чему они вот могут нас научить эти дети? Радостью жизни, на независимости от того, где и как, и как-то мы взрослые люди портимся с годами, и нам надо больше, мы, нам надо от себя иногда искусственно создаём вопрос, да, почему я должен быть рад, зачем мне радоваться, мне же того нет, того нет, ой, годы там, спина болит, ну, есть так много поводов, чтобы не радоваться, вот эта детская радость без носа циема, пожалуйста, чистая радость, безусловная радость, вот это я хочу удержать без условий, потому что условий, чтобы не радоваться, всегда больше, и ещё, ещё раз мне очень повезло с командой, с которой я без них это вообще не сделала, когда я обратилась к ребятам, и я сказала, что у меня есть такая идея, идея, как я вам заплачу, я не знаю, они согласились, и я рассказала эту идею, и мне работать было с ними очень-очень легко, потому что они поняли, что я хочу показать, это прекрасная операторская работа, это звуковые, это прекрасные фотографии, это такое, и приятное общение, чисто человеческое, потому что без таких душевных качеств этот проект бы не получился визуально вот таким, это был бы рекламный продукт шампуня, шампунь тоже очень важный, но без души что-то сделать с таком красивым невозможно. Ну вот ещё раз уточню, что этот видеопроект называется «Услышь меня», он будет опубликован, эти маленькие сюжетики, несколько минут буквально, вы можете их посмотреть, и вы действительно порадуетесь, мы с Аней-то согласны, потому что мы посмотрели, и мы увидели, что хотели донести до нас эти маленькие дети, совершенно конкретные четыре ребёнка с кахлеарными имплантами, с большими проблемами со слухом, которые не слышат, и тем не менее, они могут нас многому научить. А в рамках всё-таки нашей программы, которая называется «Личное утро на Болткоме», теперь личный вопрос. Вы, вот просто, вас считают эталоном позитивности, да, и ваше жизненное кредо – это вот позитивное отношение к действительности. Вы вначале сказали, что надо радоваться. Вот расскажите, пожалуйста, вчера, сегодня, вот чему вы радовались? Интересно, кто так высказался, эталоном радости, потому что – Эталоном позитива. – Эталоном позитива. Вас представляют так, когда вы даёте интервью наши коллеги. – Я подумаю над этим, что… Спасибо. Вот приходя сюда, я как раз ваша коллега разделилась с моментом, переходя через сквер, где я оставила автомобиль, и там цветут розы, и они так пахнут. И я, не знаю, можно было так делать, я залезла туда, в эту грядку, чтобы носом туда побыть и почувствовать вот это ощущение. Это было сегодня с утра. Там остались отпечатки моих каблук. – Если будут искать злоумышленника, я признаю себя. – По каблукам вас на это. – Это была я. – Аня, это значит, что нужно замечать мелочи, реагировать. – Потому что жизнь состоит из мелочей. Она так быстро идёт, и мне скоро будет день рождения, и опять восемнадцать, который раз. И вот эти ежедневные вещи, которые и огорчают меня тоже. Меня тоже можно оскорбить, я тоже плачу, я тоже обижаюсь, мне тоже, если могу, рассердиться. Но главное, не стать таким человеком. Но если меня рассидели, я не хочу быть сердитым человеком вообще. Или меня обидели, я не хочу быть обидчивым. Но не в эту эмоцию. – Не консервироваться в этой эмоции. – Ну, так получилось в жизни. Но тогда не надо обидеться на всю жизнь. – А вчера вы спрашивали, что я сделала? – Да, и вчера у вас, например, какие моменты радости? Вот сейчас сосредоточьтесь и расскажите. – Очень-очень много. Я вела тренинг, занятия, не знаю, можно говорить, я кшла эту министрию, очень солидным людям из внутренних дел, там, полицейские, и всех, кто при погонях. И после занятия они искренне аплодировали. Мне это очень порадовало. Очень приятно. Клиент на консультацию пришел с круассаном, и я не могла понять, это как бы взятка или как. – Вместо букета? – Ну, знаете, тут психологическая этика, отношения между клиентом и психологом чисто в такой формате. Но круассан приятно. Я со всем своим деловым костюмом с пиджаком и туфлями и каблуками это сняла, что можно, и зашла вчера в море прямо до колена, потому что очень хотелось. И переехала вечером домой, общалась по дороге с старшей дочерью, которой тоже очень хочу упомянуть в этом процессе. Она не только мой друг, самый лучший, из которого я тоже очень горжусь. – Как зовут ее? Нашу старшую дочь зовут Анна. Она студент третьего курса Латвийского университета Сомогристикс факултата. Она работает в Либеш институте. Интересно. Интересно специально. Мы занимаемся наследием. Да, я надеюсь, что это может быть и наше действие, что человек должен заниматься тем, что тебя интересует, что тебя радует, и не обязательно надо вслушаться в советы других. Анна, наша программа подошла к концу, к сожалению. Вы проговорили очень четко очень важные вещи. Спасибо. Про радость, про то, как надо жить, как ставить себе цель, принимать ситуацию. И радиослушателям задания, пожалуйста, сосредоточьтесь, сфокусируйте в течение ближайшего часа-двух на позитивных моментах, которые обязательно сейчас встретятся у вас на пути. Я абсолютно согласна. Выбрать, что видеть, это не такая, извините, примитивная установка. Хочешь быть счастлив, будь им. Это слишком примитивно. Но больше рассмотрения и желания, желания, желания самого быть счастливым. Анита, спасибо вам большое. У нас была в гостях Анита Роша, председатель правления общества Модус Вивенди. Подробнее вы все прочитаете на нашем сайте в рубрике «Зеленая лампа» на страничке Фейсбука. Также будет опубликовано и видеосюжеты, и подробная информация на эту тему, о чем мы сегодня говорили. Всем счастья и радости. Хорошего дня!